Всем огромный привет! Сегодня мы опять снимаем День из жизни. Мы тут с Богданом сидим, Женя тоже дома. У нас сегодня 5 июня, выходной, понедельник. И мы сегодня решили поснимать видео, потому что на третий день отдыха я немного отдохнула и могу снимать видео. И мы сейчас 8 утра, и мы планируем ехать в лабораторию, в ГИЛУ, сдавать анализы, потому что у Богдана что-то вроде какого-то аллергического кашля, насморка постоянно продолжается. И мы записались к аллергологу, и к аллергологу нужно идти с анализами. И мы, собственно говоря, сейчас будем ехать все втроем, чтобы Богдан сдал в ДИЛе анализы. Расскажи, что тебе... Сядь, нормально? И расскажи, что тебе сегодня будут делать в лаборатории? Ну, вот сюда гоночку и чуть-чуть крови. И чуть-чуть крови возьмут, да? Да. Ясно. Вот, так что будем сдавать кровь. Ку-ку, Бодька. Я тут, я почти кровь. А ты куда побежал, побежал, побежал? Я почти кровь. Понятно. Тебя все равно поймаю, поймаю. Я опять сигареты? Ну, да, как обычно. Что, ты, Бодька, не боишься? Нет. Нет, может тебе... Я вот почесила, потому что тут нарисую потом дождь. Смотри. А, понятно. Смотри на меня. Вот так. Надавляешься, она... Вылазит? Угу. Понятно. Все, Бодька, можешь рассказывать, как там тебе брали анализ? Так, ну, что-то там делали. Вот там и горочку брали. Я тебе немножко больно беру, но я терпела. Там раз и дали мне вот такое... Грамоту, да, дали? Мы уже едем домой, дали нам такую грамоту. Там щенячий патруль, ниндзяго, да? Да, мой любимый мульчик вот этот и вот этот. А в экране я видел вот этот. Вот такого дня. Еще я смотрю вот этот. Про казаков, да? Да. Понятно. Молодец, молодец. И про это. Про что? А, я не знаю про этого мальчика. Еще там попугай, мышка какая-то. Все, едем уже домой. А сегодня приходил прогноз, что будет 27 градусов. Но почему-то еще холодно, прохладно. Мы собираемся во второй половине дня ехать кататься на фуникулёре и гулять. И по прогнозу передают дождь в этот период. Я надеюсь, что прогноз ошибся. Как ты думаешь? Не ошибся. Не ошибся? Хорошо попробуем сегодня, если дождя не будет, покатаемся. Мы пока проводим время дома. Сейчас пол-одиннадцатого утра. Женя спит. Богдан здесь играется, складывает какие-то гаражи из досточек. Я там на кухне, занимаюсь домашними делами. Перебираю вообще-то документы, потому что у меня здесь накопилось какое-то огромное количество квитанции за квартиру, которые я оплачиваю постоянно через интернет. А эти складываю. В общем, надо их перебрать, оставить только за последний месяц, а эти повыбрасывать. Все, Богдан, можешь это выбрасывать? Относи это в мусорное ведро. Это квитанция за садик, которую мы уже оплатили тоже через интернет. Можешь выбрасывать, давай. Все, в мусорное ведро выбрасывай. Так, все, наконец-то я разобралась с квитанциями. Остатки квитанции, по которым я еще платила через беркассу, поскладывала в эту коробочку. Вот, Богдан там играется. Тут с садика лежат квитанции и еще там мои какие-то документы. В общем, все, можно это прятать. Еще меня. И всякое барахло поубирали. И Богдан себе тоже взял квитанции и будет играться, как будто он платит. Да, мне там будет все плачить, вот это там завод, все энергии. А, молодец. Там у нас кошка лежит, тут вот отдыхает. Наша Нилечка. Да, Нилька? Да? Ковка. Ковка ты ленивая. Встанет в 5 утра, вот это начинает что-то кричать. Надо выйти, давать ей кушать, убирать за ней. Да, Нилька? А потом она валяется целый день здесь. На улице у нас тепло, солнечно. Надеюсь, что и вечером не будет у нас каких-то гроз и дождей, потому что планируем ехать гулять. Да, Богдан? Да. Сейчас буду развешивать белье, снимать тут высохшее белье. Хорошо, когда выходной. Богдану, кстати, наклеили такой смешной пластырь. Ну, точнее, это он уже снял его с того места, где ему кровь брали. Здесь такой смешной пластырь с какими-то котами. А у меня, я там вот так, как-то мне вот так егодочку вот сюда втыкали. Чуть-чуть больно, но терпел. И раз, и мне, что я принесу, то и покажу. Что то ты принесешь? Ну, то, что мне дали. Дали? А, грамоту? Ну, идем покажешь. Идем. И мы вчера с Женей заезжали, купили тут Богдану три новых книжечки. Надо закрыть дверь, чтобы никого не разбудить. Купили три новых книжечки. Вот эти две книжки для чтения, чтобы учиться читать по слогам. Здесь вот про птиц и про, ну, точнее, здесь не только про птиц, тут про животных и животных, птиц, насекомых. Вот такие вот тексты, которые по слогам. То есть, чтобы дети читали. А, это? Это то же самое, только про морской мир, подводный мир. Вот. И очень удобно для детей читать. Вроде уже не по одному слову по слогам читать, как в букваре. Вот тут у нас есть, например, букваря Бетка, где чтение, где читать, учиться нужно было вот по словам. Но он это уже все прочитал. И, в принципе, уже можно переходить на тексты. Но так вот текст, текст просто читать не по словам. Ему тяжело. Он вот, Богдан, вот попробуй прочитать. Например, отсюда. Вот, давай, читай вот это. Затрой я влену смиривисть. Дальше. ПИДЧАС ОБСТЕЖЕННЯ УМЕДИЧНИЙ САЛ... ЛА, ЛА, это Л, ЛА. Тихо, не надо смеяться. Давай, читай дальше. ДА. ЛА, БО, ЛА, ТО, ЛА, ИИ. Да, и как называется лаборатория? В скобках большие буквы. ДИЛА, ДИЛА. ДИЛА, молодец. Ну, ты молодец, Богдан, молодец. Вот, но иногда трудновато читать. Вот, поэтому вот купила вот такой вот по слогам читать. И легче читать, меньше устает, может больше текста прочитать, потому что то, что не разделено на слоги, он быстро теряет концентрацию. Вот, внимание, и устает А так по слогам полегче Вот две вот такие книжки по слогам читать А это письмо 5-6 лет Ну, здесь, чтобы развивать Ну, не моторику, ну, как Это я не могу даже проявить Ну, короче Там развоевать, там что-то писать Логику, знаете, вот, чтобы думать Думать, развивать мышление Моторику тоже развивать Подготовить руку к письму Не просто так каляки-маляки А, ну, здесь, то есть, не буквы писать А что-то делать, думая головой, так скажем Вот, не сказала бы, что это прописи Здесь написано письмо 5-6 лет Но это не прописи, это Да, вот разрисовывать мелкие Всякие штуки такие Да, нарисовать кенгуру по точкам Ну, то есть, такое вот Тоже вот купила Вот, и Богдану еще тапочки в саде купила Кстати, где-то там стоят Сейчас покажем Тапочки для садика вчера купили Вот такие вот тряпичные Это самые недорогие тапочки 100 гривен, кстати Стоят, он их снашивает Ну, не знаю, дороже Я не знаю, есть ли смысл покупать дороже Разве что, может, они более ортопедические Или какие-то удобные Но ему и в этих нормально Но в том плане, что Даже нет смысла покупать на вырост Или как-то так Потому что они снашиваются достаточно-таки быстро И к тому моменту, как нужно новые покупать По росту То уже сами тапочки приходят Негодность Они такие легкие Это вот такие бюджетные Бюджетная обувь домашняя для детей У меня там в холодильнике Заготовки на щавелевый борщ Мой любимый Вчера же не ездили на рынок Возле моего старого дома Где я когда-то жила Там вообще такой чудесный рынок Я туда попадаю У меня ностальгия начинается В общем, купили там вот такой пучок щавля И зелень И здесь у меня размораживается курица Для борща Так что сегодня у нас на ужин Будет мой любимый щавелевый борщ Там вот сметану купила Как раз для него Так что у нас такое весеннее меню Хотя уже лето наступило Но мы вовсю уже Переходим на подножный корм Моцарелла Тут у нас сыр для салатов Тут вот залежи феты Две упаковки не распакованы Это уже заканчивается В общем, все у нас для салатов И там у меня еще коллекция Маслина черных без косточки У меня тут разные А Женя говорит У тебя прям тут целый Как это Клад Нычка Вот Это тоже все для салатов Я обожаю эти черные маслины Для салатов Салаты без косточек И на рынке Женя еще вчера купил Горошек зеленый Вот такой вот, знаете Который продается Майский Ну Свежий вот Горошек зеленый Который надо есть Прямо со стручков Я не знаю Я не очень люблю Хотя я понимаю Что это вкус детства Для тех, кто вот Вырос И у кого были Родители Или бабушки Ну точнее, да Скорее бабушки Дедушки Которые жили в селе И вот на полях Мы помню Бегали Рвали Такой горошек Ели Но там совсем Такой горошек Как это называется Такой Ну Недоспевший Он был такой Сочный Зеленый Аж сок из него Брызгал Нам в принципе На базары Такие горошек Горошек такой Не привозят Совсем недоспевший Здесь уже такой Он сформировавшийся То есть там Более потверже Вот так Мы вчера немного ели Но так, знаете Вспомнить молодость Что называется Богдан уже сел обедать Мы сегодня раньше обедаем Чтобы раньше лечь На дневной сон Раньше встать И поехать Гулять Богдан Не балуйся Пожалуйста Иначе я не буду снимать Богдана Сегодня картошка Молодая Вареная Сосиски Салат из помидор Я себе тоже Сейчас что-нибудь Придумаю Покушать А почему листья Не дала? Так ты же не любишь листья А Огирок Люблю А огирка Нема Кушай Привет-привет Еще раз Мы приедем В парк Вот Идем К фуникулеру И над нами Сгущаются тучи И мы думаем Успеем ли мы Дойти до фуникулера И покататься Не попав под ливень Потому что У нас только один зонтик А ладно Наконец-то наступило лето Как долго я ждала Этого момента Что можно так погулять В легкой одежде Да, Богдан? Да, конечно, в фуникул Да, в полочке Правда, нарядили уже В данную петру Потому что Потому что Стало холода Там не видно Туч А что ты снимаешь? Туч Туч не видно Вон Смотрите Какие над нами Тучи сгущаются Главное Чтобы не было Такого урагана Как в Москве А так А так Все нормально Богдан с Женей Там за деревьями Сейчас Заедем Там все Слышно Заедем Слышно На стране Почему Мы не в лес Заедем Да Да Все правильно Можно Берем А Слышно Рассказывается Зато Да Мы Висок А там Мост Аккуратненько Аккуратнее Да Ага Я думала Ты его хочешь Молод Там Там Мишка 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 Да Сейчас Они Разминутся Мишка 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 О, к нам уже едет тот, который снизу приехал. Так, отходим. Аккуратненько там, а то сейчас уже подъезжать будем. О, он приезжает к нам. А почему я нет? Тут не нужно никуда поворачивать. Он идет по прямому просто груз и все. Самый правильный вопрос, почему руля нет молодец? Тут только кнопки нужны. Включать, выключать, да, когда? Это рация? Прикольно. Сейчас мы по другим поедем. Сворачиваем направо, да? На Владимирском столе? Да. Да. Чтобы не столкнуться с другим вагоном. Я буду проехать другой вагон. Он не пуляет. Он же красный. Да, начал. Это такой. Угу. Видишь как, вот мы опускаемся, а он поднимается. Сейчас будем рядом проезжать. Сейчас будем рядом проезжать. В Турции тоже здесь. Что, куникулеры возьмут? Нет. Да. Да. Лично не об этом. Потому что в Турции есть куникулер. Там вообще нет гарантии. Там очень сложно. Да, сейчас мы вниз едем. О, господи. А потом назад вверх. Ну, потом погуляем там внизу. Может, мы туда вообще пойдем? Ну да. Забыл? Опять? Да. Да. А потом вверх. Ты, наверное, картошку не хочешь? Хочу. Хочу. Да, я люблю ее. Смотри, отдыхающая. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А сколько там людей ждать? Ждать. Что? Это нормальный взломок. Конечно. Краски. Да. Здесь каждый днем загребить. Все, сейчас будем парковаться. Я готов уже рукавство. Рукавство? Нежное. Смешку мясо. А, вот тут стояк. Наш добытчик сходил и добыл нам в Магдинске. В Магдональдсе еды. Дружка. Народу в Магдональдсе вообще? Боря. Да? А что там у тебя? Космонавт. Космонавт? Классно. Классно. Мышь, пока я вот сюда. Это салфетка. Богдан. Вкусно? что показываешь вкусно ну не кривляйся у нас сегодня день фастфуда мы вышли из макдональдса переждали там небольшой дождик и сейчас на от реконструированной почтовой площади там женя с богданом там днепр пасмурное такое небо где днепр вон там днепр пасмурное такое небо но не жарко не душно так свежо хорошо классно классно гулять когда лето так красиво тут сделали такие лестницы смотровую площадку вообще очень так классно особенно на фоне вот архитектуры такой киевской нашей да богдан всем показывает свой хэппи мил класс и такая большая здесь площадь получилась там надалеке макдональдс тоже отреконструировали и речной вокзал ну только ты не кривляйся вот зачем кривляться вот он у нас только кривляться идем вот иди сюда на чём ты будешь покататься сейчас на фуникулёре выезжал уже да бабушке скажешь что на фуникулёре кататься да а что ты ел в макдональдсе картошку при сок и чизбургер да понятно сегодня у нас уикенд неправильного питания и еще раз скажу что у меня есть такая упаковка упаковка и там игрушка да понятно еще у тебя есть такой самокат как у девочки да он ездит на фиолетовом самокате а вон девочка ездит на фиолетовом самокате за Жене а и вон ездит сзади видишь на рухом и дом все там такие как перед самокатичные не похоже но они все чем-то похожи но разного цвета мы опять подходим к фуникулёру и будем подниматься наверх теперь такие здесь красивые красные деревья даже не красные темно какие-то вишневые листья вон Богдан с Женей впереди да поехали да поехали да можно упасть нужно аккуратно к нам уже второй вагончик едет да второй вагон вон едет к нам спускается вниз так птицы поют птицы поют и грузиной по теперь мы будем сидеть да да сидя да классно все видно ну да ну да ну да ну да ну да и Зая у нас присел у нас идет машинист космонавтов и улетчиков и специальная такая тренировка на поле на... ну да поехали а у меня вон вон по по пышки люди идут где по ступенькам вверх Да, им сигналят, что сваливают. А тут можно ходить, да? Не знаю. А как они сюда попали? Ты как Богдан. Столько вопросов. Ну а что делать? Чтобы этим ступенькам есть? Да, если у меня нет ответов. Спроси, они выживут. Да начнем. О, какие у нас тут склоны рядом. Мы туда сейчас едем. Сейчас догоним этих людей или они уже спрятались? Через забор. Понятно. А вылезли через забор? Наверное. Понятно. О, вот второй вагончик. А вот бузина, которая пахнет. Смотри вперед, чтобы не попали. Смотри вперед? Чтобы не попали. Он что, еще по этим ступенькам едет? Нет. Только по рельсам едем. А колеса едут? Еще там сбоку. Нет, колеса только едут по рельсам. А вагончик широкий. Не бывает. Не бывает. Если не только едут. Нас тянет туда. Да, нас тянет туда. Ой, теперь здесь высоко. Высоко там, видишь? Подниматься вообще прикольнее. А он уже приехал. Еще он допружинный. Все, Болька. Еще. Не согревайте суп. Классно. Снимаю. Только ты смотри под ноги. Только не смейтесь с меня, что я как бабушка. Женя надо мной смеется. Говорит, как вот этот бородатый прикол. Типа, как видит подкидывающегося ребенка. Ну, папа подкидывает ребенка. Как видит ребенок, мама. Мама и бабушка там. Бабушка так видит, что ребенок взлетает в небо. Боль, что с тобой? Так, да, так классно. И дождь на нас идет небольшой. И мы так и не смогли покататься на батутах надувных. Потому что каждый раз, как мы к ним подходили, начинал идти дождь сильнее. Мы решили, что это знак. Класс, так парк. Больше и больше. Да, парк опустел как-то немножко. Ну, люди видимо дождя боятся. А вот эти, да, эти не боятся. Ладно, прям здесь. А то будет видео 18+. Бодька, ну что такое? Я хочу что-то сказать. Ну, что ты кричишь? Я хочу сказать, а не так мама меня не слышит. Ну, потому что я рассказываю. Что ты хотела сказать? Я говорю, что некоторые люди почему-то не уходят. Ну, потому что они заняты идем. Надо из-за этого вот так вот лопить. Да. Бодь, ты устал уже, да? Да. Да. Понятно. Ну, мы уже сейчас поедим домой. Я не устал. Не устал. У нас сегодня просто была насыщенная программа. И два раза фуникулёры. Что тогда на фуникулёрах и в Макдональдсе что? Сильно много денег тратили. Ну, ну, не я... Сильно, не много, но тратили. Да, не сильно много, но тратили, да. Я смотрю. Да, все на тебя смотрят. Парк такой вечерний. И людей нет. Тихо, свежо, спокойно. Уходить не хочется. Может, посидим на лавочке? Пошли вот там вот сядь. Там свободная лавочка. А тут что-то можно сковать? Что-что? А тут что-то можно сковать? Ну, под... У нас есть зонтик, но еще под деревьями можно посидеть. Собачка боится идти. Девушка осталась. Она меня не боится. Угу. Угу. Сейчас будет сидеть. Ну, не так. Угу. Я вот тут что-то уже... А меня же не будет видеть? Всех... Всех будет видеть. Со стороны мамы. Угу. 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 Там скроется. Там радуга. Да. О. Уже залезла за домом. Успела немного снять. Пасмурно. Но солнце было, видимо, и дождь шел. Чуть-чуть успела снять в самом конце. А больше нет. И с другой стороны нет. Потому что... А сейчас вот тут появится немного, наверное. Ну да. Да, она там тоже за домами. Ой, еще и фура перегородила нам все. Да, сосиски повезли. Какая радуга, вот вам сосиски. Печенька. Печенька. Мы уже дома. Нас ожидает, надеюсь, такой же спокойный, умиротворительный вечер выходного дня. На улице дождик идет. Мы будем отдыхать. Богдан там доедает на кухне. Остатки картошки при из Макдональдса. Там совсем чуть-чуть осталось. Женя там что-то мудрит. С суперклеем. Богдан кушает картошку. А игрушка там еще лежит? Да, я потом кушаю. Понятно. Ну, такой вот у нас уютненький балкончик. Да. Да. Где наша Нилечка? Вот наша Нилечка ждет ужина. Сейчас буду ее кормить. Буду уже прощаться. Думаю, что сегодня уже ничего интересного не будет. Так что, всем до новых встреч. Сейчас туда я буду, пойду в садик. Да. А Женя, ты куда завтра пойдешь? Я на работу пойду. Ну, понятно. Все. Всем пока. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok